Манчора, приходит весна, Манчора, созвучие силы, Манчора, где был-побывал, Манчора. Дорогие слушатели, добро пожаловать в русский подкаст. Меня зовут Татьяна Климова. Сегодня мы продолжаем говорить с Артёмом Назаровым с сайта Русский Прогресс. Обязательно посмотрите сайт Артёма, там много интервью на русском языке с транскрипцией. Если вы хотите послушать все наши интервью, приходите в мой клуб Русская Дача для самых позитивных и мотивированных. Там вы будете получать видео и подкасты каждые 5 дней. Артём из Новосибирска, из Сибири, но сейчас живёт в Санкт-Петербурге, в Питере. Он говорит о жизни в Питере и о жизни в Новосибирске, о плюсах и минусах жизни в этих двух городах. Давайте послушаем диалог первый раз медленно, потом посмотрим на интересные слова, а затем послушаем его ещё раз, но быстрее. Начнём! В Петербурге же основная проблема была с тем, что мне не хватало солнца. Даже не с тем, что было холодно или что шёл дождь постоянно. В Новосибирске больше солнца, чем в Питере? В Новосибирске больше, да, конечно. В Новосибирске очень солнечно, даже если на улице было минус 20, солнце было. Больше здесь зелени, наверное, кажется, чем в Петербурге, потому что Петербург такой каменный джунглей, можно сказать. То есть очень мало растительности. Но с людьми тоже не было никаких трудностей, потому что, во-первых, большинство людей, с которыми я общался, они все тоже из других городов. То есть люди по менталитету очень похожи во всех городах, потому что многие переезжают, многие приносят что-то своё, всё смешивается. И уже я, по крайней мере, не встречал таких типичных петербуржцев. Которые говорят, что? Дожди? Да, потому что в России есть такой стереотип, что Петербург это культурная столица, но во многих отношениях в других регионах культуры больше, чем в Петербурге бывает. И в итоге, где тебе больше нравится жить? В Новосибирске или в Питере? Смотря с какой стороны посмотреть, если со стороны наличия друзей и родственников, семьи, то в Новосибирске, конечно, потому что большую часть жизни я прожил тут. Но, с другой стороны, что касается комфорта, то, конечно, Петербург гораздо лучше. Он интереснее, богаче во всех отношениях. Когда я путешествую, я часто вижу, что есть города, где люди гордятся своим городом. Вроде нечего смотреть, но они... Пойдём, пойдём, я тебе покажу. Вот наш театр, он известен во всём мире. А есть города, наоборот, вроде город красивый, но люди как-то... Не очень им гордятся. А вот в Новосибирске люди скорее гордятся своим городом. Как ты чувствуешь атмосферу? Хороший вопрос. На самом деле, большинство людей, конечно, не в восторге от города, если говорить честно, потому что город индустриальный, город рабочий, не исторический. И поэтому многие люди переезжают в Москву, Петербург. Это проблема России в целом. То, что у нас очень большая централизация. Все едут покорять какие-то новые вершины, высоты и воплощать свои мечты именно в Москве или в Питере. Но в Новосибирск едут люди из других городов поменьше. Да, конечно, есть люди, которые очень любят свой город, но, как правило, они просто не были в Москве, Питере и за границей. Иностранцам, которые едут в Сибирь, в Новосибирск, такие две самые интересные вещи, это, наверное, природа и тоже с людьми пообщаться. Наверное, в Сибири больше возможности практиковать русский язык. Сибирь это как целое государство, это огромная территория. И есть большие города, как Новосибирск, Томск, Красноярск, Новокузнецк, Кемерово. Есть города поменьше. И там, конечно, уже не знают английский, скорее всего. И там можно спокойно практиковать русский. Да, интересно в Сибирь прежде всего поехать зимой, чтобы понять, что такое настоящая зима. Со снегом, с холодом, с морозами. И нет в этом ничего ужасного, просто нужно одеться теплее и всё. Зато будут воспоминания на всю жизнь. Конечно, у меня. Давайте посмотрим на новые слова. Основная проблема. Основная проблема значит проблема номер один. Основной, основной значит номер один. Артём из Новосибирска. И там климат другой. Не как в Санкт-Петербурге. Для него было трудно жить в Питере, потому что в Новосибирске больше солнца. И проблема климата это была основная проблема для Артёма. Проблема номер один. Мне не хватало солнца. Мне не хватало солнца, значит, было слишком мало солнца для меня. Немного солнца. Когда у нас что-то было или кто-то был, а потом этого нет, мы снова хотим это видеть. Если мы жили в городе, где много солнца, а потом живём в городе, где мало солнца, мы можем сказать, мы можем сказать, мне не хватает солнца или мне не хватает, не хватало моих родителей. Вы видите, что мы используем родительный падеж. Зелень и растительность, значит, деревья, цветы, трава, всё зелёное. В Санкт-Петербурге меньше зелени, меньше растительности, чем в Сибири, потому что в Сибири много лесов, меньше людей на метр. Вокруг Питера тоже есть леса, природа, озёра, река, но центр города больше, там больше людей. И Артёму кажется, что в Новосибирске больше зелени и растительности. Друзья, а в вашем городе много зелени? Мне кажется, чем больше зелени в городе, тем лучше. Я общался, я общался, значит, я говорил, я был в контакте. Большинство тех, с кем я общался, значит, больше, чем 50% человек, с которыми я говорил, был в контакте. Общаться, общаться, значит, быть в контакте. Можно общаться по телефону, по интернету. Например, я люблю общаться с позитивными людьми. Я общаюсь с людьми из разных стран и культур. Я могу общаться на русском, на французском, на английском и немного на японском. Всё смешивается. Всё смешивается, значит, всё вместе, микс. А в других подкастах я спросила, не трудно ли Артёму было ассимилироваться в Санкт-Петербурге. И он уже говорил, что нет, никаких проблем не было. И в этом подкасте он ещё раз говорит, что в фирме, где он работал, люди из разных городов и регионов. Нет дискриминации. Всё смешивается. То есть, есть люди из Сибири, с юга, из Архангельской области и так далее. Всё смешивается. Другой пример. Вы выучили много тем по грамматике и лексике. У вас очень много информации в голове. Вы можете сказать, ой, у меня в голове всё смешалось. Смешиваться, смешаться. Потом мы говорим о типичных петербуржцах. Петербуржцах, то есть людях, которые живут в Санкт-Петербурге, в Питере. У нас есть стереотип, что типичные петербуржцы, они очень интеллигентные, знают свой город, говорят, что дожди. В Москве мы говорим, что дождь, а в Питере что? Но Артём говорит, что таких людей знает мало и что в других городах России люди могут быть не менее культурными, интеллигентными, чем в Питере. В итоге, в итоге, значит, в результате, в конце. Я спрашиваю. В итоге, где тебе больше нравится жить? Я хочу сказать, что после того, как мы посмотрели плюсы и минусы, какой результат? В итоге. Ещё пример. Мы хотели пойти на выставку, а в итоге пошли в кафе. То есть сначала мы хотели пойти в музей, но потом начали говорить и решили пойти в кафе. Результат встречи – кафе. В итоге мы пошли в кафе. В итоге, смотря с какой стороны посмотреть, смотря с какой стороны посмотреть, это интересная фраза, это значит, что нет одного категоричного ответа. Есть плюсы и минусы. Например, я живу в Париже, и в последние годы в Париже были политические протесты. Потом не работало метро долго. Потом эпидемия. И когда вы живёте в каменных джунглях, то есть в месте, где мало зелени, это тяжело. И вы можете сказать мне, но жить в таком большом городе – это ужасно. А я могу сказать, ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Смотря с какой стороны посмотреть. Есть также много плюсов. И потом Артём говорит, какие есть плюсы и минусы. Конечно, в Новосибирске живёт его семья, его родственники. Родственники. Родственники – это семья. Родственники. Но это не только мама и папа. Это все другие люди. Дяди, тёти, двоюродные братья и так далее. Родственники. Наличие родственников. Наличие. Наличие – это когда что-то есть. Это просто факт, что у нас что-то есть. Например, я у вас спрашиваю. Что для вас самое важное, когда вы выбираете город для жизни? Вы можете ответить. Наличие зелени и хороших инфраструктур. Наличие зелени и хороших инфраструктур. То есть факт, что есть зелень и инфраструктуры. Иногда, когда мы смотрим каталог в магазине или на сайте, например, книги, если книгу можно купить, там иногда написано «в наличии». Это значит, книга есть. Гораздо лучше. Гораздо лучше – это намного лучше. Гораздо – это синоним «намного». В Новосибирске гораздо больше солнца, но в Питере гораздо больше музеев. Гораздо лучше. Потом я спрашиваю, что думают жители Новосибирска о своём городе. Гордятся ли они своим городом? Гордиться своим городом. Гордиться своим городом значит думать, что наш город самый лучший, что там хорошо жить. Она гордится своими детьми, значит, она думает, что её дети делают что-то очень хорошо. Например, у них хорошие результаты в школе. Я горжусь нашей футбольной командой. Мы гордимся нашими учёными и так далее. Они не в восторге от города. Они не в восторге от города – это очень дипломатичная фраза. Я в восторге от этого города, значит, мне очень нравится этот город, он супер. Я в восторге от этого сериала. Мы в восторге от Санкт-Петербурга, значит, очень нравится. Они не в восторге, они не в восторге, значит, им не очень нравится. Когда мы не хотим слишком агрессивно критиковать, мы можем сказать «я не в восторге». Например, мне понравился этот город, но я была не в восторге от количества туристов. Например, один раз я была летом в Дубровнике, в Хорватии, мне очень понравился город, но я была не в восторге от количества людей. Каждый раз невозможно было зайти в автобус. Кстати, сейчас люди больше думают об этическом туризме. Как путешествовать так, чтобы это не было плохо для экологии, и чтобы люди, которые живут в городе, могли там тоже жить? Это интересный вопрос. В восторге? Не в восторге. Рабочий город, рабочий город, значит, индустриальный. Там много индустриальных пейзажей. Рабочий город. Покорять вершины, покорять вершины, значит, работать с амбициями. Вершина – это что-то наверху. Например, вершина горы, вершина горы – это верх горы, самая высокая точка, высокий пункт. Покорять, покорить вершину, покорять, покорить вершину – это когда у нас есть амбиция, и мы идём к ней. Это может быть карьера или какие-то философские вопросы. Например, выучить иностранный язык – это новая вершина, которую мы хотим покорить. спортивный конкурс – это вершина. Мы также можем сказать покорять высоты. Высота, высота здесь – это синоним вершина. Покорять новые высоты, покорять новые высоты, значит, реализовать новые амбиции. Например, если я живу в небольшом городе, но хочу сделать карьеру в большом городе, я могу сказать, я решила поехать в Петербург покорять новые высоты. Это очень частая ситуация. Но есть люди, которые счастливы в своём городе, в своей стране, даже если это не супер богатый город на музее. Но для многих семья, друзья – это важнее, чем карьера, музеи. Воплощать мечты. Воплощать мечты – значит реализовать мечты. Можно также сказать воплотить мечты в жизнь. Например, вы – фирма, которая организует свадьбы. И вы можете сказать «Мы воплощаем в жизнь ваши самые заветные мечты». Заветные – значит секретные, персональные. То есть мы реализуем вашу мечту об идеальной свадьбе. Я никогда не мечтала о свадьбе, но думаю, есть люди, которые мечтают о красивой свадьбе. И есть фирмы, которые готовы воплотить в жизнь вашей мечты – воплощать, воплотить. Государство. Государство – значит страна. Раньше мы с Артёмом говорили, что Сибирь – это как большое государство. Государство часто – это синоним страна. Россия – это государство. Но Артём хочет сказать, что Сибирь – это такая огромная, большая территория, что она почти как другая страна. И что трудно говорить, в Сибири, потому что фактически нет одной Сибири. И когда я говорю, что в Сибири люди меньше говорят по-английски, это не везде так. И, наконец, Артём говорит, что в Сибирь надо ехать зимой, потому что вы увидите настоящую русскую зиму. У вас будут воспоминания на всю жизнь. Воспоминание. Воспоминание – это от слова «помнить», то есть думать о том, что было раньше в вашей жизни. Кстати, я недавно прочитала интересную книгу Даниэля Канемана про то, как мы думаем. И он пишет также о воспоминаниях, как это важно для нас, как иногда ситуация может быть трудной, но воспоминания в итоге, в результате будут хорошие. Рекомендую вам почитать этого автора. И, конечно, поехать в Сибирь зимой, только одевайтесь, пожалуйста, теплее. А теперь слушаем диалог еще раз на нормальной скорости. И в Петербурге же основная проблема была с тем, что мне не хватало солнца. Даже не с тем, что было холодно или что шел дождь постоянно. В Новосибирске больше солнца, чем в Питере? В Новосибирске больше, да, конечно. В Новосибирске очень солнечно, даже если на улице было минус 20, солнце было. Больше здесь зелени, наверное, кажется, чем в Петербурге, потому что Петербург такой каменный джунгль, можно сказать. То есть, очень мало растительности. Но с людьми тоже не было никаких трудностей, потому что, во-первых, большинство людей, с которыми я общался, они все тоже из других городов. То есть, люди по менталитету очень похожи во всех городах, потому что многие переезжают, многие приносят что-то свое, все смешивается, и уже, я, по крайней мере, не встречал таких типичных петербуржцев. Которые говорят, что? Дожди? Да, потому что в России есть такой стереотип, что Петербург это культурная столица, но во многих отношениях в других регионах культуры больше, чем в Петербурге бывает. И в итоге, где тебе больше нравится жить, в Новосибирске или в Питере? Смотря с какой стороны посмотреть, если со стороны наличия друзей и родственников, семьи, то в Новосибирске, конечно, потому что большую часть жизни я прожил тут, но с другой стороны, что касается комфорта, то, конечно, Петербург гораздо лучше, он интереснее, богаче во всех отношениях. Когда я путешествую, я часто вижу, что есть города, где люди гордятся своим городом, вроде нечего смотреть, но они пойдем, пойдем, я тебе покажу, вот наш театр, он известен во всем мире, а есть города, наоборот, вроде город красивый, но люди как-то не очень им гордятся, а вот в Новосибирске люди скорее гордятся своим городом? Как ты чувствуешь атмосферу? Хороший вопрос. На самом деле, большинство людей, конечно, не в восторге от города, если говорить честно, потому что город индустриальный, город рабочий, не исторический, и поэтому многие люди переезжают в Москву, Петербург, это проблема России в целом, то, что у нас очень большая централизация, все едут покорять какие-то новые вершины, высоты и воплощать свои мечты именно в Москве или в Питере. Но в Новосибирск едут люди из других городов поменьше. Да, конечно, есть люди, которые очень любят свой город, но, как правило, они просто не были в Москве, Питере и за границей. Иностранцам, которые едут в Сибирь, в Новосибирск, такие две самые интересные вещи, это, наверное, природа и тоже с людьми пообщаться, да. Наверное, в Сибири больше возможности практиковать русский язык. Сибирь это как целое государство, это огромная территория, и есть большие города, как Новосибирск, Томск, Красноярск, Новокузнец, Кемерово, есть города поменьше, и там, конечно, уже не знают английский, скорее всего, и там можно спокойно практиковать русский. Да, интересно, в Сибирь прежде всего поехать зимой, чтобы понять, что такое настоящая зима, со снегом, с холодом, с морозами, и нет в этом ничего ужасного, просто нужно одеться теплее, и всё. Зато будут воспоминания на всю жизнь. Конечно, у меня. Дорогие друзья, мне нравится идея Артёма о путешествии в Сибирь зимой. Я хочу поехать туда на Транссибирской магистрали, хочу посетить самое холодное место в мире, бррр, Аймякон, и сделать там много видео для моих дачников, членов клуба Русская дача. Может быть, если вы тоже поедете в Сибирь зимой, мы с вами встретимся, я надеюсь на это. Спасибо, что слушаете русский подкаст. До скорого! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»